Космический центр «Южный» 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 К слову сказать, Сергей Павлович Смирнов не ограничился организационными функциями, а и сам вышел на поле. Команда, возглавляемая директором КЦ «Южный», носила грозное название «Свирепые львы». И неспроста. Львам удалось дойти до полуфинала и проиграть только победителям чемпионата команде под руководством первого заместителя директора Сергея Ивановича Блюма. Но, несмотря на это, сам Сергей Павлович после первой игры шансы на победу оценил довольно скептически. Дай бог, если выйдем из группы. А дальше нет. Шансов нет. Необходимо отметить, что чемпионат носил преимущественно ветеранский характер. Все его участники были старше 45 лет. Он был разыгран в один день. 12 команд были распределены в 4 подгруппы. Из каждой группы команда, набравшая больше очков, выходила в полуфинал. «Сейчас, так сказать, некий воинский элемент исчез. Поэтому организовать гражданскую массу несколько сложнее. Но, тем не менее, большой плюс организаторам, которые организовали сегодняшний турнир, раскачали тех, которым уже, ну, как минимум за 45 лет, это как мероприятие по слощению, потому что сбросили лишний килограмм веса. Поэтому, конечно же, безусловно, это большой плюс тем, кто его организовал, турнир. И мероприятие получилось снова большой сорт. При первой же игре будущих победителей, команды «Блюма» и команды «Карпука» показали настоящий футбол. И действительно, футболисты команды «Блюма» с самого начала задали быстрый темп игры, а также продемонстрировали отличную технику пасов и исполнения ударов. Эти качества помогли им завоевать кубок без поражений в чемпионате. «Валентиныч, давай!» «Мы знали, что мы победим, но не знали, с каким счетом. Счет на табло показал, что мы сильнее всех на этот момент в космическом центре Южного. Играем футбол!» После финального матча прошло награждение команд. Обладателями кубка стала команда «Блюма». Второе место у заправщика, возглавляемого Светловым. Команды Смирнова, Свирепой Львы и Мочилова поделили третье место. Лучшим нападающим турнира был признан Светлов. Лучшим защитником – Некрасов из команды «Блюма». Лучшим вратарем стал Аверка из команды Светлова. Кроме того, был вручен приз и самому возрастному участнику чемпионата – 68-летнему Вадиму Васильевичу Махлову из команды «Тарасова». Отдельный приз, как самому полезному игроку своей команды, несмотря на то, что 20 лет не играл в футбол, был вручен от вице-президента Федерации футбола Гагика Сукиосяна Сергею Павловичу Смирнову. Чемпионат по мини-футболу закончился, но родилась новая спортивная традиция и есть уверенность, что у нее впереди долгая жизнь. Вячеслав Вдовкин, Сергей Пересыпкин, Игорь Ходоковский, Космический центр Южный Байконур.